сегодняшние гости проекта правда 24 совершенно уникальное можно смело об этом говорить дело не в мультикультурности персонажа таких очень много на нашей эстраде не потому что она поет в разных жанрах этим тоже особо не удивишь почему именно сейчас мы узнаем это зара я бы мог сказать что ваша уникальность том что вы самая красивая но как известно вкусах не спорят чем вы единственная ведь я правильно понимаю что курского происхождения нет у нас певицы певцов на нашей эстраде наверное да вы правы наверно курдского происхождения на курдов же при этом много и нации восточные музыкальные почему так случилось я не знаю но я думаю что это связано скорее всего с устоями семейными потому что не принято чтобы у девушки была публичная профессия да и здесь просто большая заслуга моих родителей моего папы за то что он отстоял меня мою профессию поверил в меня он мой самый большой поклонник и когда братья сестры а их у папы только родных девять братьев и сестер а сколько двоюродных сколько племянников внуков и так далее спрашивали что дочка занимается не серьезной профессии там жена с ней гастролирует надеюсь потому что как-то мы наслышаны и так далее он говорит оставьте в покое мою дочь ну так и случилось и вы знаете приятно когда я приезжаю в те или иные города где есть мои родственники они приходят на концерты дарят мне цветы я узнаю что дети их поют там иногда не просит чтобы я присылал им какие-то свои аранжировки я считаю что быть артисткой но в моем случае это действительно мое призвание и как я не уходил от этой профессии бог меня возвращали вот это вот странная первый раз слышу что уходили в школе я училась в экономическом классе по окончанию школы несмотря на то что я закончила музыкальную школу по классу фортепиано я все же поступила университет никуда да не в консерватории нефтеатрально именно в университет то есть папа очень хотел чтобы у меня была нормальная фундаментальная профессия которая бы меня могла кормить более того у него была мечта чтобы я училась санкт-петербургском государственном университете даже квартиру купил недалеко от университета мне там идти пешочком 10 минут а на васильевском острове но он сам понял что что я пою все время приглашают на концерты и я должна развиваться стать более профессиональной более уверены на сцене за плечами уже десятки конкурсов выиграны и когда мы дружили очень семьей андрей павловича петрова когда андрей петров сказал чтобы я шла в театральную академию именно на курске его внучки монане гагеттиция папа сдался ну ведь при этом вы насколько я понимаю ну прям с самого самого раннего детства пели я там слышал вот эту историю что вы там года в три в четыре слушая конкурс сан рэма там так упелись что просто рухнули там же у телевизор и заснули сразу знаете то же самое я наблюдаю в своем старшем сыне ему 4 годика он знает да да не или он знает всех наших артистов зарубежных более того он их определяет по голосу то есть на радио кто-то звучит он как это то 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 но он поет на мимо нот пока очень хочет петь ему очень нравятся ведущие и он берет микрофон и меня объявляет и мне передает микрофон и пою я к шоу-бизнесу готов к шоу-бизнесу готов но пока я не вижу чтобы в нем жил певец во первых я самым относительно недавно это узнал что это развивается все что вот и голос и слух можно натренировать говорят я-то тоже думал что это вот как от бога это будет как-то искусственно потом честно говоря у нас столько певцов которые вообще говорят мимо нас не говорю она с душой поэтому если есть харизма то все в порядке а максим или провален про двухлетнего вообще еще рано говорить что он что-то максим нас удивляет я боюсь что-либо даже об этом говорить потому что в 2 и 4 у нас читает причем не по слогам а вот сразу словосочетаниями да вот умственное у него развитие происходит с геометрической программой агрессии при этом он любит полежать побегать попрыгать он не любит от данька он уже год она занимается хоккеем у нас достаточно поздно заговорил ну вот он очень активный ночью пока он не побесится не побегать не попрыгает у нас подушками не побросает вот мамочка я хочу сегодня подраться ну дерись мамочка хочу больно сегодня драться у него низкий болевой порог он может упасть там колени в крови но он не заплачет а вот от обиды будет плакать очень сильно как рыбка плавать у максим очка вот ему посидеть почитать поучить что они разные такие что у вас такой один черненький другой беленький и вот как-то младший ко мне настолько привязан я прихожу с работы год радость моя пойдем обниматься я говорю ты кто мамин комочек счастья а у них имена были придуманы кем отцом то есть вас область по восточный распорядок семье то есть мужчина командует или как вообще все дело в том что несмотря что я девушка курдского происхождения муж муж меня русский ну так внешне я говорю сергей вряд ли русские но бабушка у него с украины я думаю что может быть и татары прошлись по ним потому что немножко миндалевидные глаза у него фамилия у нас иванов моих детей и я старалась подобрать такое имя интернациональное имя данька мне давно нравилось еще у моей подруги сын данечка и я думала что обязательно меня сын будет данька а вот с максимом бог нам послал максим q я долго думала много рассматривала именной и русских и нерусских и тимура и артура и георги а потом вот он родился и вот он такой он во всем максималист все что он не делает он делает максимально хорошо и почему-то мне родилось имя максим потому что всех максимов которых я знаю они очень лучезарные светлые люди такие я я подумала что пусть будет максим к интересно вот ваш последний альбом насколько по это двойной альбом от 24 трека который вышел в конце прошлого года почти год назад там ведь две колыбельных это вот именно потому что навеяло до материнством или семья сама по себе творчеству параллельно никак друг на друга это все не влияет нет ну наверное то что две колыбельные это случайно ах но хотя виктор яковлевич дробыш наверно как-то он продюсировал и этот альбом тоже частично он если с фабрики с ним насколько я понимаю мы с фабрики звезд когда он меня курирует и я как-то вы знаете у нас с ним уже какие-то родственные отношения были какие-то трения были какие-то вопросы но он проникся моим творчеством особенно когда побывал на нескольких сольных концертах потому что он меня видел эстрадной певицы а вот весь роман свой мой опыт но как-то был вне поля зрения его и потом он уже проникся и когда даже на каких-то клубных концертах когда я выступаю такой достаточно динамичной программой я делаю такую паузу и выхожу с гитариста что-то пою готовы там есть фишка это нужно оставить и мне нравится когда он рассказывает о моих успехах своим друзьям мне это очень лестно спашу и когда вы познакомились мне было 12 12 как раз да да это так странно звучит когда читайся потом в таком-то году там познакомилась к вашу смотришь 12 лет был как как можно 12 лет не девочка где при каких обстоятельствах когда вы познакомились как это было я жила в ленинградской области город отрадная там я уже выступала на всех праздниках и был день города и приехали петербургские журналисты тогда был очень известный такой журналист павел гладнев он меня услышал подошел к моим родителям к моей сестре и сказал что надо ее показать надо показать говорит или игорю корнелику или олегу к ваше но почему-то решили показать меня олегу к ваше я приехала я была в очках и так нервничала я не знаю в общем у меня стекло выпало из очков я на такой энергетический видимо да кто бы мог подумать и я сняла очки него заодно на меня посмотрите без очков ему понравилось что я не растерялась он спрашивал какие мне артистки нравится естественно называл всех зарубежных его это тронула а он мне сказал а ты мне напоминаешь о фрахазу я тогда ничего не слышала об этой артистке позже я стала большой-большой поклонницей и и некоторые песни из ее репертуара а что например и мне на лу а можете просто ну а одну фразу чтоб я понял и мне да она очень красиво это народная песня и вот когда я бываю в израиле на концертах я начинаю свой концерт с этой песни более того многие мои поклонники узнали обо мне именно потому что я пою ее в песне но я пела песни многих артистов вот этот период становления вот этого до 20 лет когда ты все впитываешь и в конце концов что-то рождается свое я бы чуть-чуть сторону от творчества вот вы упомянули что прачки у вас близорукость до было или вы сделали операцию ли вы в линзах и не сделал операцию объясню потому что я не подружилась с линзами вот не могла никак подружиться вот и исправила понятно не страшно было нет нет как-то а что было страшно вот вашей жизни что-то было рожать не страшно было первого ох нет страшно было переехать в москву так почему эти после после перед такое существует мнение что после питерской публики московская просто подкладывается сразу если вы сумели питере успеха достичь что в москве считается что проще или это заблуждение мне кажется я не знаю не знаю я очень благодарна петербургская публика меня балует я это ценю и стараюсь на всех концертах привносить что-то новое вот 18 октября у меня сольный концерт будет я хочу чтобы до чтобы публика видела что я становлюсь более зрелой артисткой более профессиональный растет вместе со мной и мой коллектив развивается переезд москву я ездила по этим широким улицам и мне сердце как-то вот так вот билось я никак не могла полюбить я не могла справиться с этим чувством тревоги с чувством непонимания что будет дальше и дело в том что так получалось что там 16 18 лет мои приезда в москву оборачивались какими-то разочарованиями большими я знакомилась с каким-то продюсером которые мной были заинтригованы заинтересовались а потом они говорили что нужны такие большие бюджеты несмотря на то что талантлив человек или неталантлив и причем я приезжала с родителями и папа говорил что у доченька ну мы можем там что-то продать то все я говорю папа не надо типа того что жертвовать ну нашей семьей но вот действительно шаг то что я пошла на проект фабрики фабрика звезд это был какой-то шаг наверное безысходности потому что петербурге я была известна певицей мои сольные концерты показывать по всем петербургским каналам я была желанным гостем на всех абсолютно концертах и все видели как я расту я была дружна со всеми петербургскими артистами и александр яковичем розенбаумом и с людмилой петровной сенчины ну вот со всеми а вот шаг в москву ну это или большой бюджет или действительно какой-то проект где тобой полностью занимаются и тобой заинтересованы и когда виктор якович дробыш меня пригласил а он меня сам пригласил на кастинг то я рискнула и не прогадала сколько людей журналистов петербургских известных не гальзара да ты ты в кринолинах ты там сидишь футболочки я говорила иногда чтобы сделать шаг вперед нужно отступить назад и сейчас я вижу что они на меня смотрят другими глазами те кто остался в питере они так и остались и не выбились ну потому что нужно иногда рисковать я благодарна семье которая в трудные минуты всегда меня могла поддержать я благодарна тому небольшому кругу поклонников которые были тогда в петербурге который до сих пор у меня верит и потихонечку он там разрастается такие верные да мне не хочется как фан-клуб это именно почитатели и сопереживатели творчество моего но у вас же был период когда вы там были замужем за сыном самой влиятельной российской женщины это ведь наверняка как-то в карьере помогло на том мне кажется наоборот даже где-то мешало более того на тот период у меня было мало концертов может быть как-то все как-то вот не знаю с чем было связано при том что валентина ивана ко мне всегда хорошо относилась и как артистки и более того на фабрику звезд она меня тоже сама благословила хотя мы уже были тогда в разводе мне кажется что это да мы пересекаемся на концертах где-то за кулисами я даже тут был концерт военный концерт так было волнительно петь валентина ивановна первом ряду сидит потом общий выход всех артистов валентина ивана меня машет ручкой я так поклонилась нет она очень по-хорошему сопереживает вообще это мировая женщина поэтому наоборот это где-то мешало 9 вот поэтому мне очень хотелось как бы но все знали я до этого такой был большой пройден путь и я уже была артисткой давала сольные концерты вот и когда я пошла на проект никто не знал что о моем прошлом или еще что то я была такая же девчонка как все мои сверстники которые участвовали в этом проекте и доказывала что я имею право стоять на сцене а с кем-нибудь из фабричных сохранились вас какие-то отношения приятельские дружеские отношения хорошие отношения говорить о дружеских очень сложно особенно сейчас когда я гастролирующая артистка когда семья времени нет времени нет достаточно времени чтобы сидеть ну уделять больше времени семьи очень смешно когда я даже утром спускаюсь вниз на завтрак и дети говорят в пижаме дети как мама приехала с гастролей ура то есть их не смущает что я в пижаме то есть они знают что мама на концерте и они очень часто говорят мама расскажи про концерт я говорю вышел ведущий и объявил маму выступает и они ведущий сказал мама зара и мама спела песню любимый мой пойдем со мной и говорю да и мама забрала шляпку у дяди а потом с ним обнималась тут уже муж так оглядывается дети посмотрели клип там где мне романтические отношения с героем вот и где я у него для того чтобы познакомиться забираю шляпу мама хулиганка в общем дети они ну столько эмоций дарит наверное когда спрашивают как вы снимаете стресс у меня это дети я устаю с ними но это большое счастье а кстати вас и в семье до называли зараза развитит сокращен сокращен полная зарифа правильное удаление и по его у вас насчет выбора там творческого псевдонимы вообще не ставил вопрос то есть сразу зары и зары как-то все как-то так сложилось и тогда не было ни магазинов зары да кстати это это же самый богатый испанец это вот создатели этой этой сети вы должны стать лицом вот 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 откуда про бюджет это все думали ну как же вот вот же бюджет они же прямо вот лежат здесь на поверхности подумайте хорошо я подумаю я думаю что эта марка в принципе не не нуждается в каком-то лице потому что она настолько популярна да но там надо сказать что ну не ваше качество туда шанель туда вот куда-то поближе мы заканчиваем передачу вот такой игрой в правду здесь есть четыре фишки разных цветов и карточки с вопросами карточки даже четырех цветов голубые это на подумать красные желтые это откровенные неловки а белые это свободный вопрос я сам буду придумать вот если вам вопрос не понравится можно восточная девушка то вы можете отказаться но не более но только один раз один раз отказаться можно только один раз что я должна сейчас достать достать любую белую свободный вопрос это я вам сам тогда на подумать выберу как просто на подумать вы завидуете своим более богатым друзьям наверное нет объясню потому что я человек достаточно я выросла я вижу всегда обратную сторону всего этого да иногда я где-то в чем-то сочувствую потому что они являются заложниками того положения иногда сами себе не принадлежат играют каким-то выдуманным абсолютно историям общаются с теми людьми с которыми им не хотелось бы общаться и абсолютно не видят вот этой вот своей обеспеченности она им радости не приносит вы описали тут все все что вы сказали можно отнести их знаменитостям то есть к вам вы же тоже заложник в определенной степени в том числе и своего вот как бы знаменитости имиджа ну а разве вы не знаменитость спасибо если если мы только что вот вы говорили про если здесь в нашей стране говорят заража никто же не думает про магазин и торговую марку однозначно а причем спасибо папе с мамой в таких случаях я говорю так что на самом деле я думаю что вы ответили так потому что это совпадает с тезисом что богатые тоже плачут и это ожидаемо я думаю что ответ стараем голубую опять нападу да ну любую любую да вопрос пробовали ли вы мясо животного которого не принято есть какого я вот пробовала мясо крокодила ну да в принципе также а где а в африке да ну по в африке на гастролик были перебил нет в африке на гастролик еще не было отдыхала ах оно похоже между рыбой и курица что-то ничего особенного поэтому если вы не попробуйте ничего страшного мы не только пропиарили сегодня торговую сеть зары но и пропиарили еще мясо крокодила их становится меньше да желтую любую желтую неловкий вопрос вам случалось обсуждать фильм книгу который вы на самом деле ни разу не читали смотрели что это было нет такое такого не случалось если что-то не читала не смотрела я с удовольствием спрашиваю я в принципе человек очень любопытный вот поэтому я люблю обсуждать какие-то фильм точнее слушать обсуждение а потом этот фильм посмотреть и свое мнение сказать из последних очень смешно просто на гастролях смотрел как раз фильм с гоши куценко упражнение в прекрасном ну очень похоже на гастрольную жизнь именно артистов актеров я есть нею тоже знакома я закончила театральную академию мы с курсом ездили на гастроли различные и это очень похоже на жизнь поэтому посмотрите там все про кастроли 18 октября в октябрьском октябрьском любимом зале а когда в москве знаете мы периодически делаем у меня уже были концерты в зале чайковского в оперете и что было то бы и льда когда бы я думаю что в будущем году я вам скажу поскольку у меня за мои годы очень обширная сложилась концертная программа мне очень хочется знать что из этого всего спеть публике я я не укладываюсь в эти два отделения поэтому я вот гастролирую много по стране по по ближнему зарубежье и так далее и вот чувствую что нравится публике я думаю что в следующем году я думаю что наверное к осени мы сделаем большой сольный концерт это будет или кремль или крокус посмотрим как как получится а я не уложился в 24 минуты потому что не все вопросы которые хотел я дарю вам эту книжку на 24 кадра правды про женские истории надеюсь наша беседа в одну из следующих войдет обязательно и на самом деле я считаю что зара она не укладывается в стандарты нашего шоу-бизнеса потому что она в чем-то как мне кажется в чем-то больше ой так опять же папе с мамой спасибо до свидания